Куртаньте еще раз, пожалуйста. Спасибо. Плакаты. Наша шахта в Фетербурге продолжается. Здесь вот на Марсовом поле собирается все больше и больше людей. День праздничный, но люди прошли за решение праздного для протестовая. Друзья, друзья! Вот Тимофей. Подходите сюда. Вы можете написать письмо тем, кто сейчас нуждается в поддержке. Друзья, привет! Не прокомментируйте происходящее. Не, не прокомментируйте. Сейчас мы разберемся. Попозже прокомментируйте. Ну ладно, попозже прокомментируйте. Ваше участие, что здесь происходит, почему вы здесь участвуете? Что до вас волнует? Ну, это июня, День России, хотели высказать свое отношение к тому, что происходит в России, граждане этой страны, чтобы показать. В каком контексте происходите? Ну, лично мое отношение, это то, что вы против той политики, которая сейчас проводится, с президентом, правительством. Я бы не дополнил всех. А каждый человек по-своему. Общая, уходиционная. В общем. В общем, ну ладно, потом конкретнее можно скажешь. Да, потом конкретнее. Спасибо. Спасибо. Пока, вот так. Ну, здесь вот посмотрим. Вот люди пишут открытки. Ребята, не покажите, с другой стороны открытки пустые? Там что-то есть? Нет, там просто вот. А, можно? Оставляйте здесь. Я просто положу. Стоп. Не перевернете. Для камеры подержите секундочку. Ага. Песотки. Я там, спасибо. Может быть, не зачитаете, что написали, если это не слишком личное? Не скажете, что написали? Может, прочитаете? Вместе, мы вместе. Вместе? Угу. Слава поддержке, да? Понятно, спасибо. Держитесь, все будет хорошо. Тут пишут. Открытки. Полит заключенных. Вот уже появляется первая плаката. Давайте посмотрим. Посмотрим. Не покажете свежий? То, что написали, да? Мы туда стандартные. Привет. Привет, да. Скажете, прокомментируете? Я хочу пойти в девочный секрет. Мне кажется, это более интересный. Если не секрет, куда встанете? Не знаю. А где, по-моему, свободно? Я сейчас шла по Невскому, там ни одного купечка нет. А, то есть, ничего, никем не занято, да? Ничем абсолютно. По крайней мере, на данную снимать. Ну, ладно, если там получится, мы вас не на Невском. Спасибо, удачи. Пошли на Дальше. Вы уже сейчас выходите, да? Да, как же это все эти едино? Тут не каждый чеза. Все единообучленники. Ну, организационные моменты какие-то сейчас решаются. Вот, смотрите, какой тут большой баня. Лев, ничего, не прокомментируете, опять же, Лев? Банер, может быть, нет? Не, ну, банер, это те люди, которые, опять, фигуранты спецкомагнисты, во-вторых, это люди, которые занимаются болотным делом и делом, так называемым делом тех людей, которые сейчас сидят за участие в акции 6 мая. Собственно, кто эти люди, настоящие преступники? Не те, кто сейчас за решеткой, кто последовательный, да? Преступники, те, кто их судит и кто разрабатывает уголовное дело. Вот, собственно, по этому поводу эта баня, собственно, здесь находится. Понятно, спасибо. Вот такие настоящие преступники. Я думаю, что он сам по себе. А если темно? Чего дома? А если темно? Что-то связало. Думаете, будет скручиваться? Да, вот вечер будет сегодня. Именно здесь, на согласованной? Я думаю, что это просто шестое чувство, на самом деле. Вот я что-то боюсь, что не... Может быть, в других местах здесь? Может, там много ОМОН вроде, да? Может, там два автографа ОМОНа, на самом деле, странно. А, сейчас посмотрим. Ну, да. Там быть хорошим. Сейчас посмотрим, где там ОМОН действительно прячется. Здесь кто-нибудь пишет. Там Андрей Певаров, один из лидеров... Один из лидеров петербургской оппозиции, соответственно, всем традиционного совета оппозиции. Может быть, он нам тоже что-то расскажет. Давайте пока посмотрим на ОМОН. Говорят, там его много. Полиция вроде бы не имеет много вокруг. ОМОН есть вот там, да? Какие-то автобусы. Вроде немного. ОМОН есть вот так. спросим еще кого-нибудь, чтобы Андрей Пивоварова спросил а вот кстати написано у меня организатор а тут может мелковато будет поисковику можно этим быть спасибо за рекламу бамбузер как ворфи тоже смотрите еще идет трансляция друзья товарищи наконец-то у нас заработал звук и мы стали громче сейчас я с радостью объявлю о начале культурной части сегодняшнего дня я приглашу поэтов и маяковских чтений всех кто поддерживает в вашем взамен мы первым я предоставляемом на банк я надеюсь что он сейчас пока не подойдет один один который тоже на ручку комментирует Семейные, прямо семьями люди приходят. Глава у России пьяная. Многие дело давно не слушают. Несмотря на ушибы и раны, каждый день снова верит в лучшее. У России мозги уксовшие, руки, брюки на пят спустившие. Но по-прежнему верит в хорошее и по-прежнему ветром дышит. У России печенка севшая, почки тоже уже не справляются. И я не знаю, каким уж там лешим, но в порядке одни лишь яйца. Я не знаю, каким уж там демоном, но они под шумом, как в сторонке, объявили себя вдруг тандемом, привитившись кремлевской мошонке. То и дело, они катаются. И выходят в покой, хоть вешаются. От поляков и до китайцев, от абхазцев и до норвежцев. Вы, конечно, со мной поспорите, но клянусь вам, что там, в михуя, между яйцами и ссори, ну не смог не заметить надвигающийся политический кризис в России. И пускай вам мои слова не нравятся, и пускай я без язык и не признан, но одно я знаю точно, яйца не должны управлять организмом. Ууууууууу! Если вера с гранью религий обрастает цепями запрета, если есть нехорошие книги, их читать преступление при этом. Если знаешь, что каждое слово в состоянии лишить свободы, оборотиться, затискуйте головы, невозвращ호 и принципам моды. Если через портрет в кабинете почитается словно икона, если солнце по-разному светит, а корона важнее закона, если музыка служит аресту, а священники служат в валюте, если каждое знамя протеста обязательно сожжено будет, если смелая мысль в итоге загниет осознанием бессилия, если вновь дураки и дороги, значит ты гражданин России. Стихотворение про метро. Где все хором кричат, не тронь, я же буду уперт как цвет, я требую переименовать метро, каждую станцию, каждую вет, остановки каждой названия новое, ни единое имя от нас не денется, кирпично-бетонной кустанец садовая, среди отсутствия вознуждений. Копчина нынче зовется пусть Гопчина, и вы бы вряд ли со мной поспорили, проходя... Заспоминая ночью про отче наш, ведя страхи мимо прором территории, Василия Островскую, Балтийскую станции оставим в качестве рекламы пива, Черную речку переименуем для иностранцев в англосаксонская Блэк Рива, названия старые достали до роты, архаизмами хвататься толка нет, вот были, скажем, московские ворота, но будет московский теперь сперникет. Гостиный двор отныне, кремлевский вор, он гостеродом без этого города, раскрасим золотом, поселим ковер, как-никак петербургская гордость. Мои короткие в итоге обзовем по-ласковски, контрольную выстрелу по русской поэзии, чтобы пущать, вам не ловко? А я раз, я доволен, я счастлив, надеюсь, и когда названия все будут поменены, прогречу я исполненный чувством веры. В этом городе есть, пусть и временно, одно место, лишенное лицемерия. И последний цитарянин, который я хотел прочесть, 47. Всем, 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 всеобщему обсуждению, умер номер 47, готовится обсуждение. Вроде, не жалко, и что же интересно, здесь стало меньше на один номер. Что он такой? Все без разницы, честно. Интересно узнать. Отчего же он помер? Может, зараза какая-нибудь? А может, убийство? Замаскированное в предничественном случае. Такое бывает, сказали полиции. Мы сами не знаем, выбирай себе лучше. Вышел на площадь. Толпа власти малая. И все от чего-то очень взволнованы. Одни обвинения кому-то кидали. Другие стали как скованные. Так я сказал, ну, может, так проще. Мы со временем все привыкнем. После 46, сразу 48. Кто-то из толпы следом выкрепил. Тебе не решать. Ты не судья нам. Как там считать? Посчитай местами. Род твой прикрой. Годеныш ты счастный. А то дострию. Ты не с ними сами. Я промолчал. Опасать расправы. Продолжил стоять. Без полным свидетелем. Я был не прав. Так как все были правы. И я перед всеми сегодня подвести. Всем, всем, всем. Всем, всем, всем. Всеобщему обсуждению. Умер номер 47. Готовится погребение. Умер друг мой. 47. Нас всех поделили на номера. Еще и именному. Без имени. Друг мой. Медленно умирал. Он не мог вспомнить, как его звали. Без паспорта штаба. Без номерации. И все это знали. Как все же молчали. Бол, не было резкой аргументации. Когда же он умер, все сразу поняли, что это может случиться с каждым. Имя последнее, что у нас уделили. И мы переполнили мещение жертвы. Мы вышли на творчество. Всем нашим городом. Привет, Владимир. Препутывайся. Препутывайся. Раз уж он меня. Ваши прокурори. Давайте проголосуем. Если ваш голос остается в единое, то в мирном отнятое. Но будут согласны с нашей гостериной. Не остается. Понятно? Кто-то молчал в ожидании кара. Мы же кричали в едином в окне. Я видел, как взяты, раздрели с пожаром. Да и последние вытеросовцы тоже кричат. А ты без победы. Наши гранили. Эти в объяты. Мы запустили. Мы не заметили. Наши гидаты. Стридаты. Иуду сказал, может так проще. Мы со временем все привыкнем. После 46-ти, сразу 48-м. Я ему из толпы следом выдвинул. Теперь, Решать, сильным судьянам. Как нам считать, посчитаем и сами. Росту и прикрой. Годел и несчастный. А то застрелил. Шли мы с небесами. А было поздно. Единственный голос, сделанный смысл на смерть старого седьмого. Был порван от правды, деливший нас волос. И мы номера. Мы фибры. Снова. Продолжение следует. Друзья, сейчас мы продолжаем нашу программу. Я вот ищу рядом Романа Асинькина, который должен был выступать в эфире. Роман Асинькин, который должен был выступать в эфире. Роман Асинькин, который должен был выступать в эфире. Потому чтоiques не умылые лица на самом деле. Потому что мы наполнены Daily, негативностью и нервностью сегодня. А теперь смысл это не просто нам. Потому что это солнце, которое нам заметят, товарищи и друзья. Для кого-то оно проксочено. Как я сказал, гармонigned солнце. Получится лист сахрира и таксима наше Марсово? Это, конечно же, буду пока договаривать. Девушки, ТВЛайв прямой эфир, не прокомментируете? Ваше участие, ваша позиция. Да, мы пишем блокад «Хватили по делу, становимся репрессами, забастовками и демонстрациями». Потому что все говорят о политоключенах, но они забывают, за что они выступали, когда они выходили на демонстрации на забастовки. Они выступали за то, чтобы не было урезание специального бюджета, чтобы превратили закрепление зарплаты, чтобы превышалось условия труда. И мы говорим о том, чтобы рабочие, вообще трудящиеся, выходили на демонстрации, боролись, создавали комитеты борьбы на всех рабочих местах и пытались так остановить репрессии. Потому что сейчас выступали заключенные активисты различных политических организаций, в основном. А завтра могут быть они, если они выйдут на преоборот за то, чтобы прекратилось урезание социальным бюджетом. Поэтому мы пишем, чтобы трудящиеся вливались в эту борьбу, борьбу за улучшение социальных условий, и также выступали против репрессии. Потому что мы сейчас видим, что, например, МВД и ФСБ увеличивают финансирование, да, за счет того, что уменьшается финансированное образование и медицина. И это нужно вакурутировать и показать на это внимание. Вы какую-то организацию представляете? Да, мы с комитетом за рабочий интернационал. И вы с этим плакатом где-то встанете сегодня? Да, мы на диночке пикета пойдем. А где? А на низком транспекте. Спасибо. Спасибо. А, это ваша интернация? Да. То есть, я там сейчас есть, да? Вы сейчас дуф примут в транспекте. Что-нибудь хотите сказать? Можете загадывать желание. Вы сказать, что-нибудь прокомментировать хотите, или? Акцию? Да. А что именно? Почему я пришел? Нет, но вы пришли сюда случайно, или... Нет, я активист социалистической организации Комитета за рабочий интернационал. Я пришел сюда как непосредственно участник событий. Выступаю за освобождение всех политических заключенных, независимо от политической принадлежности. Но то, что выступаю за не абстрактный честный суд, а то, что суды должны находиться непосредственно под низовым контролем самих работников, за открытость дела, за выборами судей прокуроров и так далее. То есть, соответственно, за демократизацию всей политической системы в целом. Но, собственно, сегодня организаторы выбрали такой результатный формат. Не совсем думаю, что он самый удачный, потому что все-таки так или иначе говорить с трибуны гораздо более продуктивно. То есть, митинг было бы для вас удобнее, да? Ну, я, в принципе, считаю, что и так. Это уже достаточно неплохо. Сейчас процесс идет на спад, поэтому в любом мероприятии, там, больше ста человек, это уже являетесь неким достижением. Но, в принципе, митинг я не считаю, что мы сегодня надоели. У нас, пока что мы не обладаем другой формой организации и вряд ли сможем пролистать адекватную альтернативу. Спасибо. Канал ТВЛайф, так что смотрите. ТВЛайф, да, в блоге ТВЛайф можно посмотреть Лайджону. Ну, на эти москвы можно посмотреть Деугольник во многих местах. ТВЛайф. Клопают все шарики. Клопают все шарики. Взял на фото-выставка. Клопают все шарики. Клопают все шарики. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok